Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Сталмановны Мактум Сайфы Татьяны Сталмановны Мактум Сайфы Моя очередная программа в моей студии позитивного мышления с вами Татьяна Сталмановна Мактум Сайфы Татьяна Сталмановна Мактум Сайфов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Часовое видео... Вот сколько я тут? Полчаса. Полчаса на моем компьютере, в общем, как-то говорится, пыталась загрузить. Но пока даже еще оно у меня даже не пошло загружаться. Я подумала, ладно, засниму еще одну часть, пока же не совсем темно, подышу свежим воздухом, погода, природа, шикарное небо, книги, великолепные смыслы, библиотеки. Так что вот, я по порядку поставлю на компьютер. Ну что, какие у вас желания? Книга Жозефа Мерфи, Норманда Винсента Пилла или книги Натальи Борисовны Правдиной. Книга женского счастья, по-моему, как-то она так называется. Книга Жозефа Мерфи, Норманда Винсента Пилла. Книга Жозефа Мерфи, Норманда Винсента Пилла. Книга из моей библиотеки, книга Санлайта, молитвы силы, формулы преображения, искусство жизни. Что же советует нам Санлайта в этой книге? Ну что, давайте я поближе сюда. так что немножко шалит как-то немножко шалит у меня компьютер немножко шалит мой большой компьютер немножко он как-то так так уже засняла бы еще одно видео в общем как-то вот такой вот чайный был такой тибрейк так чтобы тибрей что 15 давайте посмотрим что-то на скидочку 15 страница священная благодарность молитва это основа религии именно молитва осуществляет то что становится что становится переживанием бога семя молитвы это благодарны чувствуете благодарность потому что жизнь это великий дар бога который постоянно изливается на вас но который мы очень быстро начинаем принимать как данность это одна из самых больших глупостей которую только может совершить человек однако он поступает так практически всегда например восходит солнце и восход этот обладает необычайной красотой а наш ум говорит ну что это происходит каждый день просто еще одно утро точно такое же как и все остальное все небо на востоке становится золотисто розовым от восходящего солнца облака наполняются волшебным сиянием но он говорит нам здесь нет ничего нового это происходило миллионы раз и будет происходить снова и снова это очень распространенный способ смотреть на вещи именно так большинство людей относятся ко всему что происходит в мире люди очень быстро мертвее и становятся они чувствительными красоте музыки поэзии и любви да и вообще ко всему что на самом деле важно когда человек живет во тьме его жизнь уродлива это уродство творение его собственных рук начните чувствовать благодарность взрастите в себе чувство ценности восхваляйте существование за то что уже восхваляйте существование за то что уже было вам дано и тогда с вами случится еще больше прекрасного чем больше вы будете восхвалять тем больше сможете видеть и тем более восприимчивым станет человек исполненный молитвы становится таким восприимчивым что видят бога везде и везде находят его подпись небо для него священное писание природа храм опения птиц хор на литургии жизни как написано самула это это ж надо это просто 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 великолепно восхитительно давайте еще раз прочитаем бог везде и везде на нет чуть выше человек исполненный молитвы становится таким восприимчивым что видят бога везде везде и везде находят его подпись небо для него священное писание природа храм оптение пение птиц хор на литургии жизни здесь есть и медитации и мантры и молитвы тут много всего зазерта зазерцание тайны песню любви зазерцание тайны благодарственное заверцание ну ладно хорошо так молитвы молитвы силы и эту книжечку знаете она у меня тоже была эта книжечка уже давно с 2004-2005 года конечно я смотрела но не всю полностью читала ну давайте теперь книги норман да винсента пила новое позитивное мышление мы с вами уже я в одной из передач уже я уже в своей передаче уже читала начала читать эту книгу ну что стране сто двенадцатая вступить в контакт с жизненной силой впервые я встретился с важным понятием жизненная сила в трудах марта фильмов которая вместе с мужем основала движение юнити скул оф юнити скул оф оф христианите это понятие толкуется в том смысле что мы наделены жизненной силой не для того чтобы сразу же начать страдать от ее истощения суть в том что мы постоянно возобновляем созидательный процесс благодаря которому могущественная жизненная сила пополняется вновь и вновь я заметил что те кто владеет удивительным секретом энергии жизненной силы надолго сохраняют свою бодрость вот кстати вот о том ой знаете мы сейчас с вами поговорим я же загрузила вам небольшой ролик на мою страницу вконтакте статина салмановна через дефис мактум сайт выйдет через дефис Ирина Хакамады которая как раз и говорит о жизненной энергии сейчас давайте прочитаем что он что он он пишет вот я заметил что те кто владеет удивительным секретом энергии жизненной силы надолго сохраняют свою бодрость несмотря на все невзгоды вроде бы теоретически истощающие ее многие года я работал в крайне напряженном режиме писал книги я выступал редактировал свои чужие тексты руководил подчиненными и курировал издательскую деятельность я не растерял энергию и бодрость благодаря постоянной заботе о своей жизненной силе пишет Норман Винсен Пил мысленно я видел как ее поток течет через меня через мой разум и тело это практика помогла мне и поддерживала мою активность конечно я выматывался но речь всегда шла об усталости от которой можно было избавиться за одну ночь хорошего сна моя деятельность требует постоянного совмещения множества функций в одно время и каждый день мне приходится принимать решения в различных областях всегда нужно идти вперед поскольку безжизненной силы ни один человек не сможет чего-то добиться крайне важно узнать как сохранить энергию и бодрость как доктор держал себя в тонусе это глава дайте посмотрите что это за глава 10 способ держаться позитивного принципа 10 способ держаться позитивного принципа удивительного удивительного секрет сохранения энергии и жизненной силы это то что доктор прописал на тебя салманы шутят если бы мы совершили все на что способны то породились бы сами себе так сказал великий гений изобретатель и мыслитель томас алва эдисон вы когда-нибудь поражаетесь себе вы когда-нибудь поражаетесь себе вы когда-нибудь так ну сейчас посмотрим знаете конечно если бы я знаете если бы у меня было уже отмечено отрывки которые прочитать на режиме и прочитываю просматривала потому что некоторая глава уже умные прошитами вся эта книга не была прочитана но это не те книги которые были у меня в америке так что вот это уже другая книга так что заново заново тут смотрю это то что стоит перечитывать повторять вы понимаете эти книги на самом деле такие жемчужины Мы ищем, знаете, в этих книгах жемчужину мудрости. Жемчужину. Так вот, возвращаясь к жизненной энергии и ролике Ринха Камады, которая сказала про женщин, что как бы эта девушка-женщина не ухаживала с собой, не была бы там этой красивой, ухоженной, в общем, мужчина интересует энергией. То есть, в первую очередь, та энергия, которая от нее исходит, проэнергию. Так что вот, очень интересно. Что так оно и есть, я так понимаю. Формула благодарения. Просто имеется в виду, что девушка-женщина, если она, может быть, не столь как-то, вот, кажется, привлекательной, но обладает такой вот энергией, жизненной силой, вот, то, в общем, мужчина, у нее очень и очень обращает внимание. Так что я вот, я так понимаю. Ну что, формула благодарения. В этой же главе, страница 195, книжки Норманда Винсента Пилла, одного из основателей позитивного мышления. К этим словам Лоуренс добавил то, что назвал формулой благодарения. Ну, понимаете, здесь вот идет, вообще, здесь, может быть, подряд надо было читать. Здесь выделена формула благодарения, здесь подголова. К этим словам Лоуренс добавил, что назвал формулой благодарения. Благодарю тебя, о Господи, за мое чудесное тело, которое лишь ты способен сотворить. За сильное сердце, хороший желудок, здоровую печень, острое зрение, чуткий слух и разум. За все части тела, которые служат мне столь же добросовестно, как в молодости. Еще, Небесный Отец, благодарю тебя за мою бессмертную душу, которую я снова вручаю тебе. Я повторяю, что желаю служить тебе все дни моей жизни до ее угасания и моего перехода в иной мир, где я останусь с тобой, с тем, кого я всегда любил. Спасибо тебе за милостивое прощение моих грехов и за спокойствие разума, которое ты даруешь мне в каждые из дней. Я стоял и слушал, очарованный этим необычным человеком. Кто-то может заметить, что я только что описал какого-нибудь чудака, но, уверяю вас, Лоуренс был целеустремленным, всегда тянулся к новому и действовал весьма эффективно. Он оставался сильным и здоровым человеком до 95 лет. Однажды ночью он заснул и не проснулся в этом мире. Но я почти не сомневаюсь, что на следующий день он уже практиковал свой обряд, придающий ему энергию и бодрость в каком-то лучшем месте для медитации. Многие из тех, кому я предложил пройти процедуру Лоуренса Таун-Сэнда, сосвидетельствовали их эффективность. Я часто практикую их и сам, и они чудесно помогают восполнять энергию. Вы можете испробовать их прямо у себя дома, даже в отсутствии солнечного света. Свет можно вообразить. Каждый орган отреагирует на процедуру пополнения энергии, его почувствует для себя хорошо. Испробуйте этот метод, держаться позитивного принципа, исследуйте ему, чтобы эффективно сохранять энергию. Давайте посмотрим, что перед этим было. Перед этим было написано... А, здесь как раз про Лоуренса пишется. Лоуренса Таун-Сэнда некогда посол в Австрии и других странах. Был высоким, гибким, сильным человеком. И в свои 90 лет, и в свои 90 лет его стройная фигура выдавала военную подготовку, которую он прошел в молодости. Лоуренс в полной мере обладал обаянием и ловкостью, качествами, которые обычно ассоциируются с дипломатической службой. Он был близким другом ныне покойного короля Георга V и королевы Марии. Это ж надо. Я всю мечтала, знаете, об этом, посетить этот отель Георга V в Париже. А этот человек был другом Георга V и королевы Марии. Не больше, не меньше. Я довольно часто общался с Лоуренсом и его последние годы, и однажды посетил его во Флориде. Я застал Лоуренса в его убежище для медитации, в котором служил постоянный сад. Ограда из окрашенного дерева создавала нечто вроде хижины без крыши, полностью открытый солнце. Лоуренс был в купальных трусах, и я заметил, что его кожа была гладкой, тело мускулистым, загорелым, без признаков дряблости. Взгляд Лоуренса сохранял ясность, и его лицо располнилась в улыбке, когда он приветствовал меня. Извините за столь неформальный прием, но я выполняю свой ежедневный обряд, который дает мне бодрость и энергию. Именно так я поддерживаю силы, когда приходится испытывать больше нагрузки, объясню хозяин. «Позвольте мне на минуту удалиться, и я оденусь, и мы пообедаем». «Нет, Лоуренсе, не останавливайтесь, я бы и сам хотел перенять хороший обряд, восстанавливающий бодрец и дающий энергию. Пожалуйста, позвольте мне понаблюдать за вашей процедурой». Таунсент, будучи польщен и крепко верив в положительный пример, ответил «Хорошо, вот как все делается». Он встал прямо, так, чтобы по его словам достичь небес макушкой. Как? Достичь небес макушкой. Так интересно. Потянувшись, Лоуренс сбалансировал позу, ведь весь подобрался, а затем высоко поднял руки, достав пальцами до неба. Это в кавычках. Достав пальцами до неба. После чего последовали дополнительные привычные упражнения. Я заметил сильные мускулы, переливающиеся под кожей. «Ну что ж, физическая часть закончена», – сказал он. «Никаких тебе признаков одышки или утомления. Теперь перейдем к более важному, ментальному и духовному упражнению». Таунсенд все еще стояло на вытяжку. Он произнес следующие фразы, которые я записал слово в слово. Впоследствии я повторял их так часто, что даже когда запись куда-то исчезла, слова остались в памяти. «Господи Боже всемогущий мой Создатель и Отец Небесный, как солнце с небес сияет и обновляет мое тело, так сияние Твоего Великого Духа согревает мой разум и мою душу, вновь и вновь наполняя меня силой Твоей чудесной милости». Лоренц использовал величественные слова, и они звучали весьма торжественно. «Ныне я опустошаю свой разум, изгоняя из него всяческие мысли, идеи или воспоминания, которые не вступают в гармонию своей благостью. ныне я удаляю из сознания все самолюбивые, злые и пустые мысли. Я отрекаюсь от всех отношений, не отмеченных печатью благородства, от всех страхов и всяческих признаков злой воли и негодования». Как это сказано? «Не отмеченных печатью благородства». «Я отрекаюсь от всех отношений, не отмеченных печатью благородства». «Поскольку ныне мой разум освобожден и очищен от всех нездоровых мыслей, ты наполняешь его мыслями о добре, любви и вере. Спасибо тебе, Господи, ибо в сей момент я могу чувствовать твою силу, которая освещает и обновляет меня, и снова, и она столь блага. Спасибо тебе, О, спасибо тебе». А дальше идет то, что я прочитала дальше. В странице 195 это формула благодарения идет. Так, хорошо, смотрим дальше. Так, хорошо, смотрим дальше. «Глубинная вера всегда побеждает трудности». Давайте посмотрим по оглавлению. А, что подчеркнуть такое, наверное, важное. Что подчеркнуть такое, наверное, такое. Так, хорошо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Радуйтесь... И вскоре вдохновение вновь потечет в вас мощным потоком. Продолжение следует... Такая процедура действительно помогает удержать энтузиазм. Думайте о радости. Говорите о ней. Действуйте с радостью, и вы неизбежно проникнетесь ею. 238-я страница книжки Норманта Винсента Пила. Продолжение следует... Продолжение следует... Поддерживается сам собой. Шестой способ. Позвольте семи волшебным словам изменить вашу жизнь. 106-я страница. Это мы с вами изучаем книжку основателя, одного из основателей позитивного мышления Норманта Винсента Пила из моей библиотеки. С вами я, Татьяна Салмановна, Макту Сайфутин. Шестой способ. Держаться позитивного принципа. Позвольте семи волшебным словам изменить вашу жизнь. Что не говорите, а слова поразительно влияют на людей и ход событий. Уильям Лайн Фелкс, известный писатель и преподаватель, сказал, что величайшие 10 слов английского языка заключаются в знаменитой фразе Гамлета. To be or not to be? That is the question. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Трудно отрицать, что эти слова выражают глубокую мысль о человеческом предназначении. Известный актер, игравший в пьесах Шекспира, однажды заявил, что величайшая фраза – это слова старого духовного гимна. Nobody knows the trouble. Давайте я вам лучше переводим. Я вам лучше на русском прочитаю. На английском написано. Никто не знает, какие скорби я видел, хвала его славе. Что это за слова такие? Никто не знает, какие скорби я видел, хвала его славе. Возможность победы над скорбями, какими бы великими они ни были, без сомнения требует восхвалять хвалу его славе. Однажды я разговаривала на ту же тему с человеком, который во время конференции убедительно высказывался о том, что успех любого предприятия может быть объяснен пятью словами. Он поведал историю нескольких предприятий и показал, что их успех зависел от творческих идей, резюмированных словами. Найдите потребность и удовлетворите ее. По-моему, что-то такое где-то похожее. Мы с вами тоже будем читать эту книжку. Как же она, эта книжка? Наполеона Хилла. Это что-то, мне кажется, что это Наполеона Хилла. Но есть ли и фраза из семи слов, которая, возможно, повлияла на большое число людей, чем какое-либо другое словосочетание? Она доказала, что способна побороть неудачу, увеличить силу, уничтожить страх и преодолеть неуверенность в себе. Она поможет каждому человеку стать более успешным, высшим значением этого слова. Эти семь слов обладают невероятной властью, когда применяются в полной мере. Они сделают вас такими, какими вы мечтаете быть. Вот эти слова. Минуточку, внимание. Вот эти слова. Страница 107. Строчка 3, 4, 5, 6, 7, 7 строка. Седьмая строка сверху. 107 страница. Обратите внимание. 107 страница. Седьмая строчка сверху. Ну да, эти слова из Библии. Вот эти слова. Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. К филиппийцам 4, 13. Если вы не христианин, то просто замените последнее слово на Господе, Господе Боге. В этих волшебных словах ваша формула вдохновения, силы, мотивации и способности всегда идти вперед. Они концентрат позитивного принципа. Они концентрат позитивного принципа. Это, по-моему, из Джозефа, знаете, из Джозефа Мерфия. Я у него в книге это читала. Один с Богом, умер в большинстве. Или в партнерстве с Богом возможно все, да. У меня даже на моей карте желаний было, знаете, была моя фотография, мои цели были написаны. Наверху было написано, в партнерстве с Богом, с Богом, там, с правой стороны, в партнерстве с Богом возможно все. Так что была такая фотография, посередине там были мои такие написаны. И там где-то посередине фотографии, там, в правом, в общем, в партнерстве с Богом возможно все. Или если Бог за меня, кто может быть против меня? Я тоже это все из этих книг. Из книг, я так понимаю, Джозефа Мерфия. Из моей памяти, из книг Джозефа Мерфия. А в тех книгах Джозефа Мерфия читала. Толи, знаете, еще читала такой тоже пример. Скажу, скорее всего, Джозефа Мерфия. То, что он там, ну, их консультировал. В общем, там, это один бизнесмен показал ему карточки, выписки, знаете, вот эти, вот, из Библии, цитаты из Библии. И что он на них, как бы, вот, их прочитывает, повторяет. Вот, ну, в общем, они как-то вот у него лежат. И, в общем, он показал, что он, в общем, такой достаточно преуспевающий бизнесмен. Так что, вот, я это уже читала. Скорое восстановление сил. 110-я страница. Джордж обрел удивительное новое свойство разума и духа. Он стал в своей сфере вдохновенным и эффективным руководителем. Количество студентов росло. И как его сети, и к его сети образовательных учреждений добавились новые колледжи. Представители других заведений из всей Америки стали просить его оказать консультативные услуги. Сейчас организация, которая никогда чуть не разорилась, обучает более 500 студентов и платит зарплату 600 сотрудников, консультирует более 40 иных колледжей. Хотя учебные заведения приносят прибыль, их доходы относительно скромны по сравнению с другими предприятиями, созданной фирмой Джорджа. Агентство бизнес-консалтинга, компании по сдаче автомобилей в аренду, страховым агентством, службой продажи мебели, оборудованием и т.д. Шинг, убежденный сторонник того, что десятую часть дохода нужно отдавать на благотворительные цели. Фактически он отдает религиозным организациям более 10% своих доходов. Его семья живет скромно. Сам Джордж производит впечатление от человека приземленного. В свои 34 года он относится к успеху просто и скромно. Недавно он получил престижную премию Горацио Алджера. Она предсуждается людям, добившимся выдающихся успехов с нуля. И искренне сказал, что Господь руководит его жизнью. Господь руководит его жизнью. Джордж часто выступает в церквях и других местах. И всякий раз говорит о том, что Бог сотворил чудеса. Что существует в партнерстве. Бог помогает мне мыслить, а я делаю все остальное. Это в кавычках. Бог помогает мне мыслить, а я делаю все остальное. Кавычка закрывается. Фонд, основанный Джорджем, щедро жертвует средства на подготовку пасторов и деятельности религиозных организаций. Кто-то может заметить, что такая активность в религиозной жизни похвальна. Но все же она выглядит несколько странной для успешного бизнесмена. Шин, однако, не является странным человеком. Он обычный американский парень, выросший в трудных условиях, но обладавший мотивацией для построения полнокровной жизни. Это желание подкреплялось молитвой в период неудач. В итоге Джордж посвятил все Богу. Кстати, это мы с вами читали. Это мы читали главу. А по поводу того, что посвятить, я читала вам о молитве. Там как раз и шла речь об этом. Джордж посвятил все Богу и искренне поверил в силу семи волшебных слов. Пример шина показывает, что каждый, кто всей душой следует такому плану, способен добиться выдающихся успехов. Татьяна Саламановна Мактон, Сайфудин. Вы смотрите мою очередную программу. Мои творческие студии. Силы позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Саламановна Мактон, Сайфудин. Так, читаем дальше. Мы не обязаны быть неудачниками. Мы родились для успеха. Секрет процветания в том, чтобы отбросить негатив и самооправдание. Реализуйте Богом начертанный план. Научитесь отдавать, поверьте, важность тяжелой работы и постоянного применения позитивного принципа. И каждый из вас сможет стать тем, кем хочет. Вы добьетесь своего, если по-настоящему сильно захотите. Кстати, в своих книгах Наталья Борисовна Правдина пишет, знаете, такое слово «легко». Что все получается, как бы, вот такое слово «легко». В общем, как-то у нас, ну, в общем, как-то вот на лёгкость, знаете, что вот «легко». Вот. А в одной из её передач, которая смотрела её, то, что она говорила, на ютубе, что она очень много, она связывает свой такой грандиозный успех, что ей удалось продать, написать огромное количество книг, как бы, продано в мире больше 20 миллионов экземпляров, книг Натальи Правдиной. Вот. И она путешествует по миру, распространяет знания. Она, как говорится, дипломированный мастер фэн-шуй. Вот. И как там, трансформации сознания, позитивного мышления. И, в принципе, она говорит о том, что она очень много, очень много, как бы, не жалея себя, очень много работает. Как она так и точно сказала, что она очень-очень много работает. Свой успех она связывает ещё с тем, что она очень-очень много работает. Я отвечаю своим, так что, как бы, она же, так, как бы, по фэн-шуй, знаете, там, различные, так скажем, как они называются, и, как бы, на какого цвета кошелёк, и различные, знаете, там, монетки. И когда я посещала её семинар, знаете, честно, вот, я не видела, чтобы она говорила про эти денежные коврики, знаете, такие вот квадраты, такой квадратные коврики были, денежные коврики. Ну, потому что денежки только нужно на этих ковриках считать. Когда эти денежки, посчитаешь на коврике, эти денежки будут возвращаться к вам. Красивый кошелёк, в общем, это коврики, в общем, так это всё красиво. монетки денежные монетки в кошелечек и вообще там где денежки лежат но какие должны быть денежки как бы дома в чем часть чтобы это как бы накапливать что подсознание знала что у вас денежка и золова послушайте ее видео так что такие вытела и различные знаете и хотя и хотя и и денежные лягушки вот так что вот и спальню по фэн-шуй и спать вам благоприятным направлением и принимать пищу в своем благоприятном направлении рассчитать и свою гуа в общем узнать свои направления там в общем вот это так что желательно дверь поменять как она советовала нам надо померить по корпусу в правильном направлении ваша входная дверь вот потому что удачи может быть от вас вот и нет у вас удачи поскольку это не в вашем благоприятном направлении эта дверь и что это направление можно поменять используя определенные техники фэн-шуй направлении изменится то есть это в общем много из того что она вот говорила что я очень почерпнула из видео в общем и о этих видео и лекции и видео в общем и из книг но тем не менее как она говорит свой успех она связывает конечно что намного много много и много работает так что вот как она говорит что инструменты у вас могут быть какие-то свои знаете свои инструменты имея ввиду что в общем возможно как говорится как говорится это имеется ввиду фэн-шуй то есть кто-то не хочет использовать спирт шоу кто-то что-то использует свое другое так что что-то не может быть кто-то не хочет что-то не хочет что-то что-то Сейчас, как раз, сочетаю еще аформации. Сейчас, как раз, вычитаю аформации в книжке Натальи Борисовны Братлиной. Какие вот дела. Сейчас заварю себе чайку. Сейчас чайку, там я перезагружаю компьютер. Момент, один момент такой технический. И чайку себе принесу и еще продолжим. Сейчас чайку, у меня там чайничек кипит. Сейчас он скипит. Это вот книжка, очередная книжка из моей библиотеки. Книга Натальи Борисовны Братлиной. Большая книга женского счастья. Узнай, встань, получи. Уверенность в себе. Привлекательная внешность. Открылась на 258 странице. Гадаем по книге. В общем, уверенность в себе. Дорогие мужчины, не думайте, что женщинам нравятся безвольные и мягкотелые. Если уж вы сами, если уж вы сами заявляете, что все это о чем? Это о любви. А, здесь нужно, знаете, не с этой головы. Даже я даже не поняла. Думала, почему как-то мужчина. А, знаете, я перерисну назад одну страничку. Что нам нравится в мужчинах? Любовь чудесная страна. Что нам нравится в мужчинах? Ну, не знаю. Наверное, в следующий раз или в одной из моих передач почитаем. Нежность, обходительность. В общем, рассуждает Наталья Борисовна Правдина. Что нам нравится в мужчинах? А что вам нравится в мужчинах? Сильный мужчина. Кто он? История Тантры. Лучше, конечно, к Тантре. Потому что сразу перериснуть, сразу перейти к Тантре. О Тантре, в общем, он здесь пишет. Но это не в этой программе. Не в этой программе. Возрождение Тантры в России. Три принципа Тантризма. Вневременность. Третий принцип Тантризма, пишет Наталья Борисовна Правдина, не думать ни о побелке потолка, ни о том, как оценят ваши сексуальные способности. Так что не надо думать о побелке потолка, когда вы этим занимаетесь. Смотрите. Лежите и смотрите. Да, ремонт нужно сделать. Имейте в виду, к Тантризму это не имеет отношения. Я немножко шучу, немножко шучу, конечно. Быть здесь сейчас, отвлекаться не надо, понимаете? Отвлекаться не надо. Только ощущать. А посторонние мысли пусть свободно проходят и выходят из головы. Вам нужно наблюдать, как эти мысли проходят, понимаете? И концентрироваться, наверное, на ощущениях, а мысли пусть они проходят. Эти принципы должны соблюдать любая пара, которая хочет освоить тантрический секс. Следующий, чрезвычайно важный раздел, прежде всего, предназначен мужчинам. Осваиваем тотальный оргазм. Тотальный оргазм. Как снять лишнее возбуждение? Ну, мы с вами изучим, а что не изучить? Вот Наталья Борисовна пишет. Ну, мы с вами это почитаем, не вот, не как-то не, знаете, я же у меня видела моя видеокамера, у меня надо будет стоять на балконе, мы там в комнате, знаете, в моем гранд-ресторанте, на кухне. Потом почитаем. Научитесь беречь свое семя. Философия Тантры. Философия Тантры. Тридцать двадцать четвертая страница. Любовь и секс неразделимы. Упражнение. Раздевание взглядом. Ох, да. Ох, раздевание, это раздевание взглядом. Ох, да. Постарайтесь выработать себе способность проникать сквозь одежду окружающих вас людей. Проникать сквозь одежду, способность проникать сквозь одежду окружающих вас людей. Она советует. Ладно, хорошо. Хорошо, сейчас чаек, чайку. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 вместо того, чтобы заработать денег, вот это вот выехать уже на своем хамеле, вот этот вот ресторан, как я уже сказала, потом насладиться нервским спасом на крови, потом зафрахтовать или как-то на собственной яхте, или на каком-то вот этом, или на кораблике, вот эти мосты, эти мосты разводятся, это почти уже белые ночи, все сидим, все сидим, короче. И долго мы будем сидеть вообще вот это? Читаем книжки. Нет, я просто сейчас только посмотрела на небо, я просто вот как-то вот вдохнула вот это вот, и подумала, что же я, что бы я хотела. Хотела бы прикупить загородный особняк, я не знаю, там за миллион, за пять миллионов рублей, сколько там миллионов рублей, несколько хамеров, белый хамер, черный хамер. Все сидим. Ну что, Тяна Саламана, прохладно, уже это эротически, уже эротически, уже это помечтали, помечтали, просто я так подумала, что бы я хотела вот это, что бы я вот хотела. Тяна Саламановна, знаете, вот я сняла, я сняла с 2004-го по настоящее время 20 тысяч видео, более там 6300, около 300, 6300 где-то видео загрузила на два мои канала в YouTube, Татьяна Саламановна, Махтум Сайфодин, на русском, на английском языке, и вы можете, знаете, вот это посмотреть, какая вообще работа, и ремонт, и на железнодорожной 20, и здесь, и ЭНЛ четыре этажа, цвет фуксисты, столько, знаете, столько работы, вот это вот все, видеосъемка, и как себя там, понимаете, пиаер, и арт-фотограф, арт-дизайнер, блогер, писатель, модельер, кирпичи мокрым поливом, ноу-хау, коллекционер, можете видеть коллекцию моей одежды, картины, предметы мебели, обстановки, работаю, понимаете, работаю вообще, нон-стоп, с утра до вечера, с утра до вечера, с перерыва, поспать люблю, да, поспать люблю, Татьяна Салмановна любит вот восстанавливать силы во сне, сон дарует нам познание, сон дарует процветание, 8-10 часов Татьяна Салмановна любит поспать, так что вот, Татьяна Салмановна очень мистически ко сну относится, столько работаю, столько творчеством занимаюсь, должна быть уже, ну, если не миллиардершей, то миллионершей, это точно. из петра электросбыта письма мне так и не ответили, почему у них в один прекрасный момент мои 14 тысяч рублей за мою квартиру, за электричество вдруг в одночасье превратились в 30 тысяч рублей, они молчат, я им написала, в один месяц у меня 14 тысяч рублей было, и поменяв абонентский до лицевой счет, все это выросло с 14 тысяч, вголовину до 30 тысяч, они молчат, ну что, это шутка или какая-то, или это тоже такая прохладненькая, тоже такая прохладненькая, или это, это шутка один, ох, и такая все эротическая, все такая соблазнительно эротическая, такая фея, такая супер эротическая звезда, ну что, желтенькую накинем, сейчас, сейчас я сама наступил, а ты меня, а я вернусь, и мы продолжим, я думаю, продолжим этот урок, ну и мы продолжим, ну ладно, сейчас, и мы продолжим, Продолжение следует... 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 Увидит, так, знаете, сейчас в пуховичках, в общем, как-то так, это на распашечку. Ну да, погода, погодка такая шепчет. Ну, в принципе, ветер сейчас, знаете, ветер такой успокоился. В принципе, так это хорошо подышать воздухом, открыть, погулять. Шубку накинула, и что, великолепно. Что нужно понимать? Татьяна Салмановна заснимает огромное количество видео, сейчас, знаете, заснимаю. Что думаете, я устала, какое количество заснимать? Сегодня я уже сняла часовое видео, там, шот-видео. Вот, я заснимаю, в том числе, на защиту моей чистой, моего достоинства для Приморского суда Санкт-Петербурга. Так что, вот, такие вот дела. Как я сказала, Александра Татьяна Юрьевна, Моя новая, мишка фамилия Татьяна Салмановна, Тум-Санкель, 20 июня, объездик, 72-го года рождения. Кого устроит такой бэкграунд? Ну а что, а вас устроит такой бэкграунд? 2019-20 год, по два месяца психушки. Кто вас возьмет таким бэкграундом на работе-то? Справедливость должна быть восстановлена. И за счет своей чистой и сходов достоинства Татьяна Салмановна для Приморского суда Санкт-Петербурга может предоставить 27 тысяч бэкграунд. С 2004-го по настоящее время. А сегодня у нас 29 мая 2021 года. Вот такие вот дела. Что у нас еще интересного? У меня различные там проекции. Знаете, у меня там был и Бабшука Маркова, где-то расследование, Бандитский Петербург, и там еще что-то там такое. Я думаю, там в разных себя этих как-то. У меня вообще диагноз миопатия. Я много лет поддерживаю этот диагноз. Я много лет ходила на лечебные сеансы доктора Сергея Сергеевича Коновалова. Так у меня этот диагноз с 1998 года. Так что вот, так я официально не работаю. Снимаю творчество. А сейчас сплотную занимаюсь моей студией. Творческой студией позитивного мышления, силы и позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуре. И, конечно, книги, я считаю, что это жемчужина мудрости. Я позитивное мышление с 2002 года по настоящее время занимаюсь. И эти книги – это моя страсть. Просто книги я вообще не читаю. Я не читаю ни художественную литературу, ни фэнтези, вообще никакую. Ни детектива меня вообще не интересует. И никогда я не читала. Даже в школе. Я не знаю, почему. А к этим книгам у меня страсть. Не знаю, я вот открываю, я же вот действительно восхищаюсь. Понимаете, я читаю. У меня огромная библиотека была, потому что все книги сразу не прочитаешь. Я писала мою книгу. Я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Я изучала материалы, писала мою книгу. А так вообще, сколько у меня было книг купленных, мне хотелось все прочитать и сразу. Настолько вот такая у меня страсть к этим книгам. Ну, может быть, не все, а там много было купленных. И, в общем, конечно, не все, они, в общем, некоторые, может быть, можно было и не покупать книги. И как вот говорят, знаете, мои друзья, это где у кого, у Натальи, правда, не ведет, а мои друзья, это книги, знаете, друзья, это книги. Знаете, и как-то вот, и как Татьяна Черниговская говорит, что вот можно через книги диалог как-то с автором, да. Она как-то нам сказала, что читаешь книгу и внутренне как-то не соглашаешься, да, потом читаешь дальше. То есть, знаете, такой вот внутренний диалог с тем, кто написал. Ну, это очень интересно. Потому что, конечно, как говорится, и в различных проектах, я, знаете, как там, хочу быть и певицей, и актрисой, и моделью, и, в общем, такие у меня различные есть мысли. И, в общем, как-то, может быть, и в рекламе. И у меня заснято огромное количество видео. Вы знаете, вот изучаю и актерское мастерство по ютубу, и очень учусь, и заснимаю себя сама. И, в общем, как-то вот так. И даже, знаете, мы еще с вами не изучили этот смех, знаете, смеха йога, в общем, много всего такого интересного. И вообще, как правильно смеяться, я еще тоже не изучила этот вопрос. Я тоже хочу мои эти передачи вести не просто как-то, как я сейчас, а с улыбкой. Знаете, как-то вот, знаете, как вот в этих передателях показано, там показано, что эта женщина улыбалась, натянута, неестественно. А я не хочу, понимаете, я не умею как-то, неестественно, улыбаться. Я тоже никогда не пробовала, думаю, а что я буду улыбаться, если я могу и так, зачем улыбаться. Вот, а, наверное, на некоторых там этих передачах, там, да, на требуя, чтобы с улыбкой, особенно американцы, а там все улыбаются. Но не все, а, наверное, на телевидении многие. Там, наверное, требуют улыбку. Я еще как бы не научилась. Я считаю, что какая-то естественная должна быть, или естественная радость, или естественная улыбка, или какое-то такое, уже как-то вот говоришь с улыбкой. Я хочу этому научиться, но не знаю пока как. Я вот просматриваю некоторое актерское мастерство, и речь, и дикцию, и как правильно, ну, я не знаю, там, то, что там выложил, по крайней мере, ну, как говорится, что советуют, посмотреть, что советуют. И в зависимости от того, что советуют, подумать, подходит он мне или нет, или как-то лучше. Ну, поняли, да? Поехали. 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 Но меня больше всего, знаете, вот всё я не могу сказать, я ещё не написала всё, знаете, для книги я пишу, для книги, я не знаю, как ещё это сформулировать, это ещё, знаете, в процессе, но меня очень интересует вот этот вот сам феномен и сам факт, как вот, знаете, вот он как бы вот это вот желает, думает, и знаете, и вот об этом как-то говорит, это какое-то вообще совершенно феноменальное, что-то совершенно феноменальное, совершенно удивительно феноменальное, правда. я сама искренне удивляюсь как такое может быть как такое может быть хотя в книге так и напишу понимаете испытывая занимается этим знаете вот испытывая в общем как там терпение создатели неба и земли до там в коране я точно не могу сказать ни одна женщина говорила что в коране там написано про ора и ад я так и напишу вам испытывая вообще вот это вот терпение господа и обрекая себя на вечное второе то что я сказала это просто вообще удивительно считаю что на вечные страдания понимаете это и знаете к чему это мы плавно переходим к этой книжке величие величие вот это вы знаете это такая тяга вот к власти понимаете вот эта тяга к власти я так понимаю это плавно знаете к этой книжке будет читать уже не буду эту книжку наука быть богатым и великим с вами я уже начала эту книжечку читать в моих передачах будем продолжать изучение этой книги еще наверно я так добавлю тебе такие книгу знаете какие-то такие налетки вот эти я же вам уже сказала в моей первой части этой передачи про вот эту как я там между нами девочками как телевидение засняла ее как удивительно такая женщина и вообще вся такая квартира все все благополучное вот а ее засняли в таком ракурсе и показали по телевидению это знаете навело меня на определенные на определенные такие мысли как можно информацию преподнести каким-то таким образом и посмотрев вот этот вот ролик в общем можно вообще люди которые не знают так что вот я не знаю развивать эту тему дальше или они как-то сами поймут потому что там в фильме показано что благополучная семья они в принципе шикарно живут у них машина дачи шикарная квартира и дочка и внучка она вообще замуж собирается ее понимаете наряды и все и такая феерическая целый день наряды меняет и так вот ее заснять для телевидения и можно подвести к короче вообще к такому что там было вообще сказано что нуждается голодает денег ей не хватает понимаете на помойках собирает бутылки собирает на помойках питается хлебом понимаете вот я вам очередную серию тоже покажу вот эти они совершенно нормально живут а впечатление может вот такое сложить еще в конце там было сказано что она вот была такой вот там певицей и так вот ее жизнь сложила что теперь она так вот это к бутылке еще к тому же сказали что она еще и пьет и пьет и взгляд у нее потухший и руки у нее трясутся вот просто немножко утрируя такую ситуацию просто вы хотите я просто знаете к чему хочу сказать просто я хочу сказать например если бы эта женщина жила одна например у нее не было бы там дочки внучки знакомых если бы она при такой шикарной квартире была даче вот честно говоря меня это навело на такие мысли что ее вообще хотели подвести знаете к тому что по типу того что как бы вообще алкоголичка и в общем руки трясутся и как говорится сдать ее куда-нибудь или в дом престарелых или в психиатрическую больницу и все отобрать и квартиру и дачу и имущество и наряды он сказал что как иначе вот посмотрите фильм вот посмотрите мы засняли совершенно совершенно опущенное совершенно никчемное это просто мне напомнило про тех женщин которых я видела в психиатрической больнице пожилых бабушек которых там привозили которые которые там пытались сказать что их там обобрали обокрали и так далее у них что-то отняли а их кормили таблетками в общем они там и досидели в коридоре около туалета совершенно пожилые женщины совершенно нормальные пожилые в общем люди в возрасте и никто их не слушал никому дела не было одна там это жалуют что крестный отец избивает чтобы ее защитили чтобы никого не пускали в общем совершенно просто какой-то а как удивительно марина ее звали у нас с пятого буйного отделения было поступление на наше как там какое там отделение какой-то 11 11 ковидное инфекционное на инфекционном отделении у нас однажды там поступление было с пятого буйного такие кадры поступили просто поступила к нам в палату женщина она знаете уникально мыла руки вы сможете ее узнать помочь я не видела никто чтобы так мы в руки знаете она очень сильно сильно намыливала намыливала руки мылом и долго долго их мыла вот именно таким таким густым густым мыло пеной она их долго долго мыла в туалет я лично видела такая худая примерно метр шестьдесят восемь такая худая женщина лет за пятьдесят она к нам поступила в палату как ходите палат сразу направо ее первая там кровать была сразу направо у нее были два шикарные полотенца ну как вы думаете что она первым делом сделала вы не представляете она обчистила все там все что плохо лежало в этом отделении у этих пациентов ну там же открыто там же в этих психиатрических больницах там же нету дверей там без дверей эти палаты она прошла по всему этому отделению и сперла у всех у кого что плохо лежит зубные пасты зубные пасты мыло расчетки и так далее по списку и все положила это себе под матрас под подушку вот вам пятое буйное отделение да так все и было молчаливая такая очень молчаливая женщина потом мы с ней на другом отделении тоже в одной палате были такая в общем потом пришли люди они смотрят что там нету там нету потом пришли эти пациенты стали возмущаться все это вот это откинули все это забрали вот так что вот ну я боюсь предположить что если например там окажешься каким-то таким вот этим изгоем то могут вот это вот короче все вот это хламье наложить кому-то под матрас кого-то подставить понимаете как в фильме великолепный век кто будет крайнюю кто украл кольцо там когда у хюремпу когда хюремпу теряла кольцо понимаете там была виновата вот эта первая жена Сулеймана вот там сразу смыкнули там сразу ей сказала это валиде сказала что найдите там крайнюю в гареме и сразу там крайнюю нашли у нее там что-то подложили и ее сразу там убрали нашли край вы поняли да так что если так предположить что вот это вот все барахло положили бы как кому-то понимаете кто там перешел скажем так дорогу все это барахло положили бы под этого под матра потом пришли бы вот эти вот пациенты все разные вы понимаете да и по так скажем всякому своему состоянию и так бы могли отпиздить что мало бы не показал так что сразу было видно что пятое буйное у меня такое было чувство там еще какая-то женщина я уже не поняла просто уголовник просто видите я вот так вот посмотрела я думаю просто уголовник откуда взяли так что вот а вы что думаете если вы хотите выиграть конкурс не вселенная вам так вот это вот эту корону вот так вот пожалуйста берите вот все как мне Только, как вы понимаете, этот мир такой вот, он не совсем, знаете, криминальный мир, он не такой большой. Как там у них это говорят? Лаш прогнал ли какую-то, парашу гонят. Там, знаете, вот это вот, как там, маляву, там это какое-то, там еще какое-то, там быстро найдут вот это вот, все там, по полочкам разложат, что кому, чего, кто там заказал, короче, он в самолетик красный летит. Так что, вот, все малявы, все вот это, все так разложат, всех виновных найдут. Так что, вот, а вы что думали? Кто что хотел, куда, чего там это хотел? Прям такую раскладочку сделают. А вы что думаете, что шито-крыто, что ли, что ли? Это 55 серия. Вы не смотрели о фильме «Бандитский Петербург»? Ну что вы? Хотя он стал моим, он еще сценарист, пишу сценарий «Бандитский Петербург». Я с него по-моему. А фильм вы не смотрели? Я смотрела очень такой колоритный фильм. Там один парень был, он задолжал, короче, бабла, он проиграл, проигрался в казино. Нет, он проигрался там в карты и задолжал, своим же, по-моему, своим каким-то знакомым задолжал денег. Так что, вот. Это фильм, я вам пересказываю фильм. Он задолжал, потом уехал, там вот это, но эти нагрянули к нему домой. Мамаша у него такая, боевая была. Так что, вот. Они нагрянули домой, папаши не было, мамаша была. Они там такой разгон устроили, они там такой, в общем, этот. Так покрушили квартиру. Сказали, что она должна, и, в общем, и на самом деле. Нет, ну что, что ее сын должен. Они там искали, они взяли там чего-то, драгоценности, они что-то такое взяли. А потом сказали, все, короче, уже в расчете. Привязали ее, в общем, вы поняли, да? Ну, такая женщина, я не знаю, там, какого возраста. Ну, она молодая, она была. Она от этого шока, она с ума сошла. Потом меня поместили в психиатрическую больницу. Всего лишь от прихода вот этих вот, короче, они пришли задолго. Это в фильме вам пересказано. Я не знаю, кто такие сценарии пишет. Наверное, наш народ любит такие фильмы смотреть. Может быть, я вам даже там загружала на моем странице ВКонтакте. Может быть, это был один из тех фильмов. Что-то как-то я решила, что не буду, знаете, начнешь смотреть на какой-то вот, вроде как, знаете, какой-то такой вот фильм, вроде нормальный. А потом какие-то такие нюансы выползают. Что про новых русских начнешь смотреть? Там тоже какие-то разборки, там вот это, вот что-то там. В общем, на самом деле, между этими фильмами, сериалом, между нами девочками, все-таки, между нами девочками, что-то еще один самолет летит. О, уже второй самолет, теперь белый туда прилетел. Туда. Летит, а теперь он туда, да, вот это летит. Может быть, вы заблудились во времени, если когда-то был этот, комендантский аэродром. Может быть, этот самолет, Татьяна Салмановна немножко для книжки написала. А, кстати, он идет на посадку. Я даже не поняла. Он снижается. Этот самолет снижается. А может быть, это вертолет? Я вообще не поняла. А куда там можно снижаться? Он, правда, идет на посадку. То ли это... Он реально идет на посадку. Он реально пошел на посадку. А там аэропорт, я не знаю, там вряд ли аэропорт есть в той стране. Там этот, типа, у нас это лес, леса, леса. Я надеюсь, он не падает, он там не упадет. А то мы за вас переживаем. Татьяна Салмановна здесь живет 30 лет, 24, 25 лет постоянно. И никогда тут вертолеты и самолеты никогда не летали. Только в ближайшие, вот прошедшие, вот эти вот 2-3 года стали летать самолеты, вертолеты. Чего-то такая честь здесь для вертолетов, самолетов. Он реально пошел на посадку. Но мы будем очень надеяться, что он не упал там в лес, потому что он... Ну, он же не падал, он, понимаете, он плавно. Он шел плавно. Я даже не поняла. Самолет, по-моему, это маленький самолет. Но там полосы нету, куда он, на трассу, может быть, сел. Может быть, вы там едете и смотрите самолет. Может, у него бензин закончился. В общем, ладно, не будем. Давайте, знаете, как там. Давайте заниматься, как там вот это вот. Но он реально, понимаете, если вот эти вот летят, видно, что вертолеты сколько они там летят, он пролетает, и вот это там пролетает, а тот явно пошел на посадку. Вот так вот, видите, вот на посадку явно пошел. Так что вот такие вот дела. Это о чем? Знаете, хоть я и рассказывала с вам в другом творчестве, понимаете, здесь я все-таки занимаюсь позитивным мышлением, все-таки предпочитаю заниматься положительным, понимаете. Вот я специалист в области позитивной психологии личного роста. Я вам уже говорила об этом. Негативное состояние, про это вы тоже уже говорила, но, к сожалению, если рассматриваешь вот позитивное мышление, есть же и оппозит, понимаете, этому позитивному мышлению. Негативное состояние. Вот о чем. Знаете как, это дуальность. Знаете, в этом фэшу дуальность. Черное и белое. С другой стороны, может быть, такие фильмы, что-то такое, знаете, вот так вот увидишь что-нибудь, ужаснешься и думаешь, боже мой, этот бандитский Петербург, это какие-то вот эти фильмы, думаешь, боже мой, как хорошо, что есть в эти умные книги, позитивное мышление собой заниматься и жить хорошо, в счастье и любви, понимаете. Может быть, это вот как-то к этому. Так что вот. Субтитры создавал DimaTorzok Что? С вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Это моя программа, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Я такая голубоглазая красотка, такая эротическая звезда. Они, наверное, там меня ждут в Завинишин. Ну да, этот отель Завинишин меня ждет. Татьяна Салмановна мне, он очень понравился, наш отель Завинишин в Лас-Вегасе. Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Ох, эти спортсмены. А знаете, что меня еще очень удивило? Я даже как-то раньше не замечала. Тут посмотрела еще очередное видео Джона Кеха. Как Джон Кеха в возрасте... Как Джон Кеха в возрасте... Я вам сейчас вот так вот скажу. Как Джон Кеха в возрасте стал похож на этого Терри. Ольгиного жениха из Белоострова. Я вообще просто удивилась. Тут, конечно, маленького роста. Тут, конечно, маленького роста. Это вроде выше, но вот чисто на лицо. Я была просто в каком-то вот этом... на днях посмотрела. Ну что, наслаждаемся роскошью. Наслаждаемся моими дними роскошью. Ну? Продолжение следует... 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 Ну что, мой волшебный компьютер, сейчас будем закружать видео, будем кушать, будем варить макарошки, жарить блинчики, варить макарошки, буду кушать, я закрываю, так что вот, а, снять эту шляпку, сейчас буду кушать. Что, Санкт-Петербург, Россия, моя программа, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин.